приветствую приветствую вас мои хорошие как я обещала все расскажу ничего не утаю потому что на моем канале в гостях у заводчика корги вся правда истинная истина в моей так сказать инстанции ну кто со мной как минимум как минимум два с половиной хотя бы месяца тот всю историю приобретения моей ступы nissan rock sport двадцатого года я бы все-таки назвала эту машину ступой а не метлой больше ассоциации таких ну во первых в ней можно привозить пассажиров грузы она довольно таки объемненькая не такая уж драйвово резкая но очень удобная для катания собственной попы и поп так сказать своего семейства поэтому больше все таки мне nissan напоминает ступу чем метлу так вот историю приобретения моей ступы так сказать вы знаете большую часть по крайней мере потому что я наверное самый откровенный блогер вообще среди всех украинских блогеров я так подозреваю но вдруг что я вам напомню идея приобретение автомобиля вызревала давно это была идея когда-то давным давно 13 лет назад когда я получала права это была идея фикс я видела ее что вот-вот я к этому приду но тогда не сложилось по определенным обстоятельствам тогда была покупка дома тогда были ну скажем такие негативные факторы финансовые тогда было развитие питомника нового бизнеса огромные вложения вложения в дом в бизнес и все это ну как бы из одного по сути источника потому что второй источник сяк финансовый ну в общем это было все непросто вот поэтому как то так это мечта она знаете так постепенно постепенно сдулась но прошло время поменяли жизненные обстоятельства поменялась я и снова у меня начала знаете это вот идейка такой сохшийся гриб который знаете такой же засох такой сухофрукт он потихонечку начал опять давать новые ростки ну и было принято решение как только появилась финансовая возможность появилась она в связи с тем что я сделала правильный выбор у меня остались как бы деньги от покупки квартиры я нашла более рациональную цену более рациональный вариант когда покупала квартиру для они и у меня кое-что осталось сэкономлено я поняла что опа вот она шанс вот она шанс гуляем на все наконец-то я смогу осуществить свою мечту и соответственно снова родилась идея приобретения автомобиля на настоящее время вообще разные варианты есть что можно было можно было пригнать бу из европы можно было пригнать бу из америки можно было купить в салон у всего есть плюсы и минусы да у всего даже у приобретения машины салона тоже есть малюсенькие но минусы но минусы ну они же есть и вот ну хотя бы даже стоимость автомобиля которая просто резко будет снижаться в ближайшие там несколько лет даже вот с этой точки зрения то уже плюс не забываем что автомобили которые производятся для украинского рынка ну по моему глубокому убеждению они отличаются от тех автомобилей которые производятся для европейского рынка и для американского рынка и ну в общем вы меня не переубедите что это не так это так есть вариант купить б.у. в украине есть этот вариант я рассматривала но он мне очень казался подозрительным он мне казался самым подозрительным из всех вообще всех остальных вы понимаете идеально это новый автомобиль очень классного продавца который работает непосредственно с заводами то есть прямо такой какой-то классный классный вариант знаете купить вот прям куклу и полностью самостоятельно обслуживать и ремонтировать это идеально ну на этот идеальный вариант не мая кошки следующий вариант покупаем значит был ну был слушать это такая штука года покупать очень так сказать уже знаете по изношен по изношен автомобиль я не хотела поскольку у меня некому тут нем ковыряться искать какие-то проблемы я не хочу бесконечно быть клиентом ст.о и вообще ну для кого-то это игрушка да там для каких-то мужчин для меня это это как стиральная машина мне нужно чтобы была красивая и хорошо функционировала вот вот мне вот есть у меня два требования чтобы она хорошо работал и я бы ее не ремонтировала не лазила не что-то занималась ненужными мероприятиями тратила свое время и деньги дополнительные да вот кайф от того что я там буду что-то там пытаться знаете с кем ступым видом смотреть что там случилось вообще такого кайфа мне нет и вы понимаете машина которая была уже отремонтирована кем-то но не тобой это всегда загадка это всегда загадка что там не поменяли на что там не поменяли ты покупаешь американский автомобиль в котором там 10-20% запчастей какой-нибудь там понимаете ли китайские или еще там какие-то там тайвань не знаю неважно и ты считаешь что это американский автомобиль в котором часть какая-то от малой до большой запчастей уже не американские либо там не европейские но это смешно это просто мягко говорят какой же это тогда американские автомобили либо европейские либо японские то есть есть моменты никогда не знаешь где и в каком месте прилепили сопли потому что не было денег потому что нужно было сэкономить потому что надо было слепить из говна конфетку был вариант пригнать автомобиль из европы и у меня даже этот вариант был самым ну на поверхности самым легким потому что у меня есть знакомые которые пригоняют которые это делают знак свои знакомые знаете все такое но я вам хочу сказать исходя из опыта других людей я знаю что обращаться к своим знакомым иногда бывает даже хуже чем к не своим и не к знакомым которые чувствуют некую степень ответственности чем расслаблены свои ну в общем а ты как бы своим и особые претензии не предъявишь потому что все как бы в дружеских тонах да если не своих я могу хотя бы очень очень страшно страшно раздувать капюшон да предупреждать запугивать и всячески тут делать закатывать страшно глаза то своим тут даже и не припугнешь особо ну в общем вот никаких гарантий в общем мои хорошие для меня это был не лучший вариант что я выбрал я рискнула я обратилась в фирму которая фирму это не частный человек которая пригоняет автомобили из америки это был мой личный выбор и я рисковала но я решила так я найду машинку с минимальными повреждениями я не буду спешить сколько понадобится времени буду спокойненько себе выбирать я хочу чтобы этот автомобиль был очень очень небольших лет я хочу чтобы этот автомобиль не имел никаких ремонтов без меня чтобы все что он имел в америке это только ТО и все никаких ремонтов ну по крайней мере явных я хочу стать первым человеком который всунет туда нос с ремонтом и я хочу четко понимать что я на что меняю какие запчасти на чем я экономлю а на чем я не экономлю а лучше еще не экономить вот потому как я на этом езжу ну в общем хочется быть да пусть это раненая птица но она побывала побывала только у одного я буду ее ветеринаром единственным да единственным первым единственным который ей окажет помощь а до меня там никто ей там крылья не сращивал непонятно как чем вы понимаете да о чем я говорю вот я приняла такое решение я обратилась в фирму которая работает в Украине довольно давно я в описании к этому видео дам ссылочку на эту фирму вы можете найти их в телеграм канале вы можете найти их в интернете фирма называется Grand Car да это реклама в определенном смысле на рекламу мы не договаривались это сугубо моя инициатива но я держу слово потому что история была очень смешная очень смешная со мной вообще иметь дело очень приятно иногда очень смешно но и иногда очень опасно смотря смотря какие у тебя намерения то есть понимаете вот в данном случае я же не имею опыта никакого да сильно понимаю что сильно рискую я себя вела как истинная женщина я раздувала капюшон громко шипела запугивала и предупреждала когда мы начинали сотрудничать с этой компанией я прям напрямую сказала без всяких обедников значит послушайте если вы меня где-то кинете в чем-то если я останусь в разбитого корыта я вас просто изничтожу я вам сделаю такую антирекламу я вас разнесу в пух и прах молотов проклину в трех поколениях ну в общем знаете как змеи поступают у которых нет яда но есть яркая окраска пугающая вот я была похожа на такую змейку с пугающим окрасом всячески раздувалась принимала страшные позы и запугивала ну могла ли я укусить ну вообще-то конечно могла ну чё уж там у меня канал не слабый да я уж не говорю о том что поносно слать это святое дело ну вообще-то выглядело смешно но с другой стороны я говорю ребят но если все будет хорошо с меня честный отзыв и честная реклама вот прям то есть все зависит от вас очень смеялся это нужно отдать конечно должное первому менеджеру который со мной работал он очень смеялся с меня и сказал Наталья ну не переживайте вы так волнуетесь не переживайте все будет хорошо я вам обещаю я вот лично вам обещаю все будет хорошо то есть вот эти мои нервы они явно очень его веселили но вы понимаете я вкладывала большие деньги конечно и за меня тут некому заступиться вот кроме поноса животворящего почему смешная я говорю со мной вообще очень смешно бывает иметь дело потому что я вот такая да я сразу честно предупреждаю со мной либо хорошо либо никак потому что потом не жалуйтесь на себя вот но по итогу я всегда по честному играю по честному если я обещала что я прорекламирую все расскажу я это сделаю и в данном случае я держу слово да это реклама итак компания гранд кар это харьковская компания которая с началом войны переехала на запад Украины по-моему они в Виннице находятся если я не ошибаюсь но работают там и во Львове я сначала пересмотрела отзывы отзывы об этой компании разные отзывы сразу хочу сказать всякие разные положительные отрицательные разные вы же знаете люди чаще пишут отрицательные когда им хочется высказаться положительные отзывы ну человек получил машину свою и все довольный пошел да то есть еще доброе слово еще попробуй выжми из человека а вот покритиковать это конечно люди же обязательно все же хотят если что показать кустину мать да поэтому есть разные отзывы но я вам расскажу о своем сотрудничестве значит мы начали сотрудничать в начале июля когда я обратилась когда рассказала чего я хочу какие у меня были пожелания тоже очень смешные сейчас многие улыбнутся но это надо знать меня ну вот я такая значит пожелания были такие удобный комфортный городской автомобиль без наворотов ради понта но очень качественный красненький по-любому вы понимаете красненький по-любому и годы годы не без серьезных аварий аварий и годы у меня были пожелания ну самый-самый край это там до пяти лет то есть это должен быть свежий автомобиль без серьезной аварии красненький комфортный классный удобный ля-ля-ля-ля да без излишних наворотов за которые я бы переплачивала я не готова была переплачивать да и бюджет конечно же да и был определенный бюджет на который я была готова плюс к этому бюджету был определенный запас да на всякий случай который я могу еще если будет хороший вариант действительно то я готова накинуть пару тысяч да но если я буду понимать за что накидывать ну то есть вот такая тема мы начали сотрудничать первый аукцион да как работает вообще верните это доставка кто-то же не знает да вот я вам расскажу как работает доставка автомобилей из Америки как на в vulnerable в чем прикол ну прикол в том что продают эти автомобили ну может не все так работают да но это стандартная схема вот почему было раньше вообще выгодно сейчас уже не так выгодно сейчас доставка дороже стала но было выгодно потому что продают в Америке эти автомобили страховые компании то есть это всегда практически всегда плюс-минус, ну почти всегда давайте так, как я понимаю, мои хорошие если я где-то ошибаюсь, мужчины могут поправить поспорить, но я вот так как я эту тему поняла для себя, как я это просекла, продают эти машины страховые компании которые после страховки, после каких-то аварий забирают у владельцев этот автомобиль, выплачивают им деньги, те покупают себе другие новые, да, то есть в Америке вообще это все цивилизованно и красиво мы же пользуемся тем, что американцы считают для себя уже ненужными ненужными автомобилями но за счет этого их цена падает например например вот ту ступочку которую я приобрела в Америке ее средняя цена там 5-6 с аукциона плюс не расслабляйтесь есть еще такое понятие как проценты проценты с аукциона то есть ты платишь еще порядка там тысячи долларов ты платишь как бы аукциону самому поэтому сразу тысячу добавляйте но это действительно очень недорого если бы их покупали в Америке а их кстати в Америке покупают часто в Америке их покупают там грузины их покупают там черногорцы много кто покупает вот эти американские автомобили сами американцы часто их покупают с аукциона стукнутые если документы там позволяют да, если там незначительные повреждения какие-то вот но для них там выгодна доставка да, проще там Грузию выгодно там морем раз быстренько а понимаете в Украину сейчас с учетом войны это стало на порядок дороже вот такая вот фигня малято ну вот давайте прямой я вам все-таки пример приведу конкретно да чтобы конкретно по цифрам вот я сейчас открою расчет который мне был дан сразу компании да грандкар грандкар так сейчас вот у нас пожалуйста цена на аукционе составила 5300 вот за мой автомобиль и комиссия с аукциона сразу 888 то есть ну по по честному считать нужно по сути 6 с лишним да 6 с хвостиком вот такая цена с аукциона потом смотрите какие есть нюансы вот тоже были бы мы в Америке я бы в Америке заплатила аукцион комиссия аукциона и все но мы не в Америке мы в Украине добавляется комиссия свифт перевода неожиданно неожиданно но это 530 долларов вот так доставка по США доставка морем страхование авто доплата за документы комплекс брокер плюс экспедитор стоянки размыт на минуточку послуги компании доставка до Львова далее доставка до Днепра и ремонт да это уже ваш личный расход на выходе у нас получается без ремонта если взять ну вот без ремонта это 15 350 плюс доставка у нас вышло 16 тысяч плюс нотариус 218 хорошо пусть это 500 долларов значит 15 850 ну пусть 16 вот так возьмем где-то 16 плюс минус 16 тысяч долларов на сегодня мне вышел мой Nissan покупался он то есть за 6 да по сути можно сказать 6 на выходе 16 пока без ремонта мы имеем вот это расценки да могла бы я в Украине купить такого вот с такими повреждениями автомобиль таких лет ну это надо было вылезти из шкуры нужно очень следить за рынком мониторить я считаю практически невозможно это если очень повезет ну учитывая что нет такого опыта нет таких знакомств это ну действительно должно повезти должно повезти а если вот так четенько ты к этому идешь шаг за шагом ну тогда вот я посчитала что так можно рискнуть и рискнула вроде как вроде как пока что не проиграла ну посмотрим что мне скажут на стел так значит теперь давайте все-таки вернемся к тому как проходит работа значит да этих компаний они покупают у страховых далее перегоняют в Литву на сегодня так в Литву а из Литвы уже доставляют эвакуатором в Украину сами помогают с растаможкой также предлагают услуги помощь сертификации автомобиля вот кстати сертификацию сюда еще добавить на минуточку так что вот оно все точненько так получается вот и если ты хочешь то с ними можно сделать ремонт тоже услуги ремонта они тоже предоставляют они тебе могут на выходе пригнать красивую уже там наполированную отремонтированную машину но у меня была идея все-таки контролировать процессы ремонта поэтому я решила что я буду у нас у нас в Днепре ремонтировать вот такая история вот такая история по ценам было интересно по ценам что же сколько стоит ну вот смотрите если цена на аукционе автомобиля моего конкретного 5300 комиссия аукциона 888 дальше расходы не пугайтесь то есть все равно на выходе это выгодно но все равно выгодно хотя я понимаю что он несколько до войны это было на порядок выгоднее еще более выгоднее но сегодня вот маем уж у маем комиссия свифт переказу 530 долларов кстати порт отправки саванна термины термины это 2-3 месяца 2-3 месяца хочу сказать что наш аукцион состоялся ну как все как у ведьмы 4 июля в день независимости Америки поэтому нам повезло праздничный день американцы были практически неактивны на покупке на покупках и собственно конкурентов практически не было мы быстренько вырвали по хорошей цене аукцион как работает все предлагают свою цену кто больше кто даст больше тот и купил поэтому по первой цене это была первая цена по моему 5300 нам удалось приобрести возможно бывают такие ситуации что приходится накидывать торговаться тогда цена растет так дальше доставка по США обошлась доставка по США то есть ехали до порта 483 доллара доставка морем 1100 доставка морем страховка 186 документы вот здесь тоже не у всех этот расход есть документы 500 долларов но в данной машине эта статья расходов была поскольку там были нюансы с документами ну кредитные поэтому оформление документов еще потянуло на 500 долларов далее комплекс брокер экспедитор 900 долларов это человек который как бы везет да контролирует процесс доставки стоянки 550 долларов понимаете да ситуацию размыт но это вообще отдельная статья это очень забавно весело да и я об этом уже говорила но тем не менее это ну я приняла это как должное я являюсь спонсором бюджета Украины чем горда все тему закрыли размыт меня 3060 долларов ремонт дальше который мы пока не включили не считаем послуги компании 900 долларов то есть чисто вот как бы оплачиваю их работу 900 доставка до Львова доставка до Львова имеется ввиду из Литвы потому что машина прибыла в порт Литвы и от порта до Львова 950 долларов взяли за доставку ну и уже от Львова до Днепра мы эвакуатором доставляли вот вы видели Назар да вот этот вот спускал с эвакуатора очень аккуратно за 16 тысяч ну тут как договоритесь вы можете там как угодно да хоть сами на плечах можете донести или своим ходом доехать во Львове ее оформить а дальше своим на колесах это ну то есть ну я заплатила вот так я заплатила 16 вот такая вот история такая история вот так поменялась цена да что в итоге ко мне приехало я вам вчера показывала приехала машина действительно с минимальными повреждениями сзади с незначительными там разбит бампер и он там закинут прям в машину пусть там на СТО думают что с ним делать вот и небольшие незначительные повреждения по металлу там ну незначительные плюс некоторые шероховатости по по краске да там небольшие там потертости какие-то но они незначительные в принципе перекрашивать не нужно я думаю достаточно там хорошо это все обработать там блесками разными полиролями и будет лялька то есть там нет таких глубоких никаких царапин ничего такого сзади ну вы видели да сзади небольшая там ну незначительная то есть металл там нигде не должно было повести ничего такого это удачно повреждения да потому что то что я наблюдаю то там конечно такие бабахи ну некоторые для меня выглядят пугающе очень вообще говорят на этих американских нот особенно на вот этих ниссанах рогах очень опасны боковые удары говорят боковые куда опаснее даже чем удар вперед или взад поскольку повреждения идут по по самой раме и восстановить их полностью до заводских как бы да вот этих настроек почти невозможно считается что боковой удар самый опасный даже вперед не так опасен хотя как для меня там же двигатель там же сердце машины для меня это вообще страшно я когда вижу развороченные вот эти понимаете да вот эти капоты меня пугаюсь ну я женщина я имею право ну в общем для меня было вот что важно чтобы это было незначительно не дай бог бочину не дай бог сработают подушки безопасности я хотела чтобы они были не сработанными и они были не сработанными они свои заводские там стоят то есть ну вообще машинка ну это повезло это повезло потому что потому что вот такая история на сегодня цена ее мне выходит ну плюс минус 16 да плюс минус что мне еще предстоит мне еще поставить на учет мне еще нужны все номера и ремонт да и ремонт а и страховку страховку ну то что мне нужно еще научиться ездить это мы отдельно это отдельная статья расходов мы ее не считаем да ремонт в гараже ремонт в гараже для меня это очень даже статья расходов Потому что я была не готова То, что у меня называлось гаражом Пригонять сюда Неприлично туда вообще, понимаете Заводить такую красивую девушку Вот, Санечку Поэтому ремонт в гараже мне еще обошелся Приличную сумму Ну, я же честно все говорю Плюс-минус Скорее, плюс-плюс Ремонт обошелся В 2000 евро Где-то так И не спрашивайте меня Куда? Куда именно? Вот так Такие дела Вот Вот такая история Что я могу сказать про работу Самого персонала компании Ну, слушайте Нормально, во-первых Первый, да, первый менеджер Парень, с которым я работала Вот этот очень веселый Как он меня терпел Несмотря на все мои закидоны Несмотря на все мои, знаете Там вот эти проявления, знаете Вот, женского страха Неуверенности И вот этих моих запугиваний Да, он держался молодцом Спинку прямо Юморил Успокаивал Успокаивал Объяснял все Простым человеческим языком Очень часто делал голосовые сообщения Включал видео Где он находится Как они работают Смотрите, Наталья Это наш офис Мы вот здесь работаем Вот, не переживайте Вот, все будет хорошо Вот, вот это все люди Вот, кто за что отвечает То есть, вот, знаете Все прямо на пальцах Все тебе разживали И показали Когда мы подошли к моменту Оплат Рассказывали Где лучше оплатить Какие есть возможности Можно вот так оплатить Можно так Можно так На связи были постоянно Быстро отвечали Когда подошел момент логистики Уже доставки Оплаченной машины Подключился другой менеджер Ему, конечно, было легче Потому что на этом этапе Я уже немножко подрасслабилась Я уже поняла Что вот она машина Вот она едет Меня никто не кинул И я уже никого не запугивала Я уже вела себя Более адекватно И цивилизованно И я думаю Уже у этого Денис Вторую часть уже Вел меня Он уже был В более таком Спокойном состоянии Наверное Даже воспринял меня Как женщину Классный клиент Такая спокойно Все платит Ровно Все быстро делает Прямо Потому что я думаю Что первый Конечно Был немножко в этом Знаете Такое Под впечатлением Думать О боже Но Что мне понравилось Сроки Был оговорен Срок от Двух месяцев Прям тут рядышком В Днепре Соответственно То есть Вот такое дело По срокам Все было четко Быстро Очень вменяемо Очень все на пальцах Очень понятно С чувством Уверенности Что приятно Да Вот Есть несколько Телеграм-каналов Которые поддерживают Работу Этой фирмы В котором Они показывают Что они Пригнали Для других людей Вот практически Там каждый день Через день Показывают Новый автомобиль Пригнали Там из Америки Цена на аукционе Такая-то Цена в Украине Такая-то То есть Они показывают Живые примеры Ну Если кто-то Находит Там Себе Силы Желания Кто-то там Реальный Дает отзыв Вот такая система Это все происходит Тут же параллельно В соседнем Телеграм-канале Что тоже приятно Да То есть Ты периодически Смотришь Что пригнали Другим людям И в каком состоянии Да И тебе спокойнее От этого Как-то жить На связи Ребята Постоянно Отзываются Быстро Не оставляют Тебя наедине Со своими страхами Отвечают На все вопросы Если нужно По голосовым сообщениям Чтобы знаете Как бы Было адекватнее Понятно Что ты с живым человеком Общаешься Так что У меня пока На сегодня Ну вот Посмотрим еще Заключение На СТО Но на сегодня Именно от самой работы Самые положительные Впечатления Я могу Я могу вам Рекомендовать Компанию Грандкар Могу Честно Да Потому что Если что Я бы Поверьте Разнесла В пух и прах Эта реклама Ничего не стоила Грандкару Ни копейки Они за нее Не платили Я никак Ничем Не заинтересована Это знаете Добром Плачу Добром За добро Не более того Вот такая ситуация Вот такая ситуация С приобретением Моей ступы Выгодно ли это для вас Подходит ли это для вас Это Дело такое Это ваш выбор Но Понимаете Вот Есть много стереотипов Каких-то легенд Каких-то Сказочек Да Ходит там Разных И Мы иногда Вот в этом Какие-то Чужих Стереотипах И мнениях Запутываемся Притягиваем их К своей истории Здесь же мне Нормально Спокойно По факту На практике Объяснили Что и как И те страхи Которые у меня были Да чьими-то там Отзывами Где-то кто-то сказал Мне это все развеяли Объяснили Вот прямо на пальцах Объяснили ситуацию Как оно по факту В жизни происходит На самом деле Вот Это касается там Разных Нюансов Там всяких То есть документами Там-то там С фонарями Там-то еще С чем-то Всякие Пугалки Мне развеяли их И нормально Все объяснили По-человечески И отвечали на все Мои даже Казалось бы Глупые вопросы Вот Это большой плюс Это придает уверенность Особенно придает Уверенность Это Такому как я Покупателю У которого нет опыта Который еще Ничего не знает Вообще Ничего не знает Поэтому Всего боится И готов Слушать Всяких Всяких Поэтому В моем случае Это было Очень хорошо Это было приятно Я чувствовала себя Более или менее Уверена Особенно Уже Ну во второй половине Этого Марлезонского балета Потому что вначале Я даже нервничал Ну такая история Так что Ступа моя Уже в Днепре Надеюсь Что сегодня Она попадет На осмотр Вчера не попала Потому что Это приличное СТО В котором машины По записи И нужно еще дождаться Когда до тебя Доберутся Вот Там у них Приличная такая Очередь еще Ну надеюсь Сегодня может быть И мы и успеем Ну либо в понедельник Тогда уже Вот такие дела Ну вы видели Она въезжала На СТО Своим ходом Не тарахтела Не глохла Въезжала мягенько В общем Надеюсь Что все будет хорошо Вот такие дела Такая история Напоминаю Компания Grand Car Это харьковчане Которые сейчас В период войны Временно работают В Венеции Они не бросали Своих клиентов Ни при каких условиях Да Когда возникали паники Вот эти все С началом войны Они не исчезли Они не поменяли названия Они не кинули людей Они работали В самых экстремальных условиях Старались И на сегодня Продолжают свою работу А это о многом говорит То есть это не частная лавочка Все таки Где-то сегодня есть Завтра нет Это ребята Которые доказали Доказали Свою Работоспособность Даже в экстремальных условиях И это Дорогого стоит Ну и таких клиентов Как я Тоже изначально Изначально Вот в период Вот этого Вот этот период Тоже выносить Достойно С прямой спинкой Это тоже Это тоже Молодцы Я оценила Я оценила Вот такие дела Мои хорошие Вот такие дела Надеюсь я Как бы затронула Все аспекты Объяснила Свой подход К этому вопросу Почему я выбрала Именно Вот такой вариант Ну потому что У меня не было На новую А если не новая То этот Для меня оказался Самым оптимальным Самый оптимальный После новой Хотя новая Тоже не идеальный вариант Не идеальный То есть относительно денег Там тоже Ну такой В общем Вам судить Насколько я права Или не права Я конечно Я могу вообще Быть сугубо не права И все не так понимать Но я Но это я Это я так вижу Я так понимаю Я так сделала Я считаю Что Ну знаете Галочку В этом вопросе Можно поставить Машинку Я такие красненькую Свою Приобрела Какую хотела Уж какую Хотела Выбирала я Долго И настойчиво Я перелопатила Массу видео Отзыва Отзыва водителей Таких опытных И у вас Спрашивала Ваше мнение И Пересмотрела Массу материалов Разных Ну в общем Пришла К такому заключению Ну и Я так понимаю Я не ошиблась Я не ошиблась Потому что Ниссанрук Это очень Достойный Достойный Вариант Именно то Что я искала Без лишних Понтов Это не гоночная Какая-то Там Не гоночная Машина Не понтовая Но она надежная Она внешне Очень Привлекательно Стабильная Встречная Время Время Без лишек Каких-то Так Да Вот И надежная В ремонте Тоже Относительно Доступная Кстати В ремонте Тоже Относительно Доступная Особенно если вы будете в приличных местах ремонтировать и не слишком уходить в экономию, не превращать своего якобы американца по сути уже в какой-нибудь там Таиланд, Тайвань или что, где там эти запчасти, Китай в общем, не превращайте в китайский автомобиль свой американский не слишком власти в экономию вот, и тогда машинка будет оставаться для вас надежной все-таки американцам хотелось бы даже после ремонта иметь американскую машину японско-американскую пусть так, она все-таки, Ниссан это японский производитель, но машина делалась именно в Америке произведена она в Америке ну вот так вот так рассказала как могла если есть вопросы, я отвечу я максимально со всеми цифрами со всеми сроками все вам рассказала может ли быть у других людей по-другому наверное, да но я вот свой опыт рассказала, как это было у меня есть ли у меня какие-то претензии компании на сегодня нет на сегодня нет посмотрим возможно, после осмотра СТО что-то всплывет пока претензий у меня нет никаких я считаю, что ребята отработали отлично вот я им благодарна вот такой рассказ, мой хороший люблю целую люблю целую спасибо 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 Спасибо.